Здравствуйте, меня зовут Игорь Льгов и это юрист на связи. Все хотят уехать за границу. Ну, не все, а те, у кого есть деньги. Но если у вас есть деньги и нету долгов, то вы спокойно это сделаете. А если у вас есть деньги, но есть долги, то тут возникают вопросы. Давайте разбираться, как можно уехать с долгами за границу, а когда это сделать не получится. А в заключении я расскажу вам смешной закон. Поехали. Итак, близится пара отпусков, вы хотите улететь на море. Как сделать так, чтобы вас не остановили в аэропорту, не сказали, что у вас долги и, пожалуйста, платите их. А будет уже поздно, самолет улетел, путевка горящая, никто вам денег за ваш отпуск не вернет. Поэтому надо все планировать заранее. Допустим, сейчас у нас май, вы захотите в ближайшее или не ближайшее время полететь за границу. Как узнать, можете ли вы выехать? Вам надо зайти на сайт службы судебных приставов, ввести свою фамилию, имя, отчество и посмотреть, есть ли у вас долги. Если у вас долги больше, чем 30 тысяч, то, скорее всего, служба судебных приставов в лице пристава наложила запрет на выезд за границу, который действует полгода. То есть, допустим, но мы не знаем, когда они наложили, поэтому мы будем учитывать от сегодняшнего дня. Шесть месяцев. Этот запрет действует на границе, то есть пограничная служба вас не будет выпускать до тех пор, пока не закончится этот срок, или пока служба судебных приставов не получит от вас деньги и дело не закроет. Поэтому, если сумма небольшая, ну, относительно выезда за границу, то вам проще приехать и загасить этот долг. Если же сумма меньше 30 тысяч, беспокоиться не стоит, пристав не имеет права заблокировать выезд. Но в нашей стране все бывает, я рекомендую все-таки обратиться к приставу, узнать, есть ли запрет на выезд или нет. И, к слову, кроме судебного пристава, узнать о том, есть у вас запрет или нет, не получится ни у кого. Раньше можно было делать запрос на границу, пограничную службу, но, во-первых, запрос готовился месяц, а, во-вторых, сейчас они отправляют к приставам и говорят, вот у приставов все и узнавайте. Сейчас даже через месяц нельзя получить ответ. Поэтому езжайте к приставам, узнавайте, есть ли запрет, если есть, что можно сделать. А что можно сделать? Можно сделать следующее. Можно заплатить долг, либо, если запрета нету, договориться с приставом о том, что вы будете маленькими частями платить, и он не будет вам за это выезд за границу блокировать. Среди приставов работают тоже адекватные люди, поэтому можно попробовать договориться. Но если договориться не получилось, остается один вариант – платить. Сразу же ушлые люди такие вот скажут, есть способы выезда за границу через Белоруссию, через Казахстан. Возможно, есть, но сейчас законодательство ужесточается, пограничники обмениваются информацией, и в том числе на этих направлениях уже стоят запреты. Ну вот, вкратце, я вам напомнил то, о чем вы должны знать заранее. Проверьте себя на сайте Службы судебных приставов, сейчас вот где-то здесь появится их сайт. И если там нету ограничений, будьте спокойны. А если же ограничения есть, то идите и решайте свои проблемы, чтобы вы в этом году смогли полететь, уехать на море. А сегодня смешной закон пришел нам из Канады. Вы что-нибудь слышали о канадских комиксах? Да, я тоже ничего не слышал. А виной всему закон, по которому комикс, который изображает все, что незаконно, становится также незаконным. Поэтому канадских комиксов не существует. А на сегодня у меня все. С вами был Игорь Льгов. До скорой встречи. Знайте и умейте защищать свои права.